Всем привет, друзья! Сегодня такой прекрасный день. Во-первых, у нас, как всегда, жара под 40 градусов, но есть ветер сильный такой довольно-таки. И, ну, самая хорошая новость это то, что сегодня прилетает моя мама. Мама летит не одна, мама летит с Леной. Это жена моего старшего брата. Она, так скажем, помогает маме выезжать. Ну и еще с ними будет собачка. Пока одну собачку везем. У нас две собачки дома. Чарли и Жосик. Сейчас везут пока только Жосика, потому что, как выяснилось, не сделали одну прививку. Демир, подожди! Демир! Вот, поэтому Чарлика пока оставили у тети Галя. Она за ним присмотрит, я думаю, хорошо. Точнее, я не думаю, я уверена. Все будет с ним хорошо и его перевезут чуть-чуть попозже. Так что все собачки, все будут в сборе. Я рада очень, что мама прилетает, конечно, потому что, ну, ей здесь будет лучше, намного лучше. С нами, с внуками, хоть и в России у нее тоже есть еще мои два брата. Внук есть еще. Но все равно здесь все-таки смена обстановки. Другая страна, другая погода. Все другое, все новое. Даже квартиру мы сменили. Поэтому я думаю, что ей здесь будет лучше. Мы сейчас идем, готовимся. Мы идем сейчас в магазинку. Я что-то куплю. Покушать что-то, потому что я ничего не успеваю. Квартиру еще не разобрала. Вещи не разобрала еще. Вот, мы сходим, купим, покушать еще. Ну, что-нибудь такое на перекус. Может, вечером поедем на море сразу. Что еще? Дома практически все закончили. Сегодня еще в маме в комнату шкафчик привезли. Как раз вовремя прям. Я заказывала ей шкаф и типа комодика. Вот, по-моему, комод привезли, шкаф еще не привезли. Я не знаю, так долго это все. Уже быстрее было бы в магазин просто приехать и купить. И прям, я не знаю, с витрины. Вот. Ну, ладно, заказали. Ждем. И со следующей недели у меня начинаются курсы вождения снова. Вчера звонили, договаривали. Скорее всего, со следующей недели. Время еще не знаю. Буду еще раз учиться. Взяли дополнительные занятия. Расскажу сейчас. Чуть позже мы в магазин пришли. Пришли в магазин Шок. Здесь такой клевый комплект на балкон классный. 1400 лир стоит. Ну, лучше вот этот, конечно. Ну, 2000 стоит. Дороговато. Почти 20 тысяч. На кухню есть комплектик. Ну, на кухню нам не надо. Диванчик, всякие игрушки. Это с 11 числа. А, ну, еще пока этого нет. Что делаем? Ломаем дверь. Кстати, кто переживал, что дети у нас без кепок, без шапок ходят? Сегодня они сами говорят. Ой, самокаты берем, надо кепки. Они привыкли в России в кепках всегда. Здесь очень жарко, поэтому мы им не одеваем. Заходите. Мы никогда не одеваем им кепки, потому что очень жарко. И я сама вообще никогда в жизни не носила никакие ни шапки, ни кепки, ничего. Вы по этому магазину не ездите, Демир Кирям? Хочу взять такой вот лавашик. Сделаем этот. Ну, ювка, это тесто такое. Хочу сделать сигаро-бюре, как мама любит очень. Да и Лена, я думаю, тоже уже соскучилась, давно не ела. Еще сыр хочу взять. Хочу взять какой-нибудь разный сыр на завтрак. Ну, вот лабне у меня дети очень любят. Я вот этот обычный возьму мис. Вот такой вот, ну, типа творожного сыра. И еще какой-нибудь еще. Может быть, такой вот с шариками взять вот этими. Тоже давно не брала его. Вот, пойдет. Вот этот вот вкусный, кстати, чеддер. Тоже нужно взять. Ну, ладно, вот два варианта. В принципе, хватит. Что еще? Курицу я хочу взять на вечер, наверное, сделаю. Какую лягушку? Игрушку? Лягушку. А еще конфеты на дверь. Готри. Назимай на еду. Угу. Лягушечка. Керем, а ты что хочешь? А я хочу оставник. Сейчас посмотрим. Как удачи. Сейчас глянем. Ой, что ты там. Спать тебе уже пора. Давай. Ну, только я могу так. Только со мной могу такое произойти. Вышла из дома и набрали телегу всего, еды. И поняла, что я кошелек забыла дома на столе. Супер вообще. Хорошо, мы живем здесь прям рядышком. Сейчас я оставила тележку там. Сказала, никуда ничего не берите, не относите. Я сейчас вернусь, кошелек заберу. Классно начался день вообще. Ну, ладно, ничего страшного. Туда-сюда походим. Вдалеке вон горы виднеются. Мамы сейчас будем ждать. Еще не приехали. Ну, точно, она прилетела. Они там паспортным контролем стоят. Ну, и ехать тут минут десять, наверное, нам до дома. Рядышком. Вот. Кстати, вот тут наша старая квартира. Вот здесь вот. Мы здесь продали квартиру вот в этом доме. А снимаем квартиру вот в следующем. Ну, вот буквально через два дома. В общем, через два дома наш получается новая. Да, да, нет. Просто белый дом. И вот наш, получается, здесь вот. А, три дома здесь. Раз, два, три. Ну, какая раз с какой-то стороны, посмотри. Они все маленькие вон домики. Ну, у нас, конечно, сейчас большая квартира. Была бы наша, было бы еще, конечно, лучше. Но они не продают. Многие вот пишут. Вот вы бы выкупили у них эту квартиру. Нет, они пока не продают ее. Мы спрашивали. Мы бы хотели бы ее купить, конечно. Но не знаю даже. Может быть, потом. Может, и не будем ее покупать. Посмотрим, как здесь зимой жить. Вот зимой поживем. Посмотрим, если нормально все будет. То будем задумываться о том, чтобы купить квартиру. Здесь, кстати, в нашем доме тоже продают. Но с другой стороны. Не знаю, может, уже продали, конечно. Вот здесь вот. Вот он наш домик. Вон наш балкончик, где шторочки висят. Только повесили недавно. И два кондиционера вон стоят. Это наши тоже. Вот, все. Сейчас здесь будем маму ждать. Леной. Вот и мама приехала. Все так долго ждали. Всем привет. Мама ждала. Все просили быстрее маму. Вот мама теперь с нами. Мама теперь с собакой. На другом канале рассказали все про перелет. Там, как долетела. Как что? Мама вот оставшая. Поэтому будем кушать. И вечером Мур, наверное, отвезет нас на море после работы. Ну, посмотрим. Ну, я на своем канале тоже расскажу, как мы полетели. Отдельное видео у меня будет о том, как перевозить собак. Короче, на всех каналах. На всех каналах страны. Я теперь специально по перевозке животных. Ладно, будем кушать. Вот наш новый житель. Наш новый житель Жосик. Жосик. Осталось еще этого Чарлика перевезти. Кирям, аккуратненько. У нас уже вечер. И мы... Ур нас забрал. Мы сейчас поедем на море. Отвезем маму с Леной. Мы приехали в садик в самом центре здесь Анталии. Хотим договориться насчет Кирема. Ну, узнать, как тут, что. В общем, садик находится здесь. Сходили, взяли бумаги. Будем думать, куда его отдавать. В какой садик. У нас на районе спросили. Здесь спросили. В общем, везде-везде ездим. Ищем, смотрим. Мы приехали на пляж. Сейчас Лену с мамой, с детьми здесь оставим. А сами поедем еще в кафешку. В одну нужно договориться насчет дня рождения Демира. Мы приехали в местечко. Альбатрос называется здесь. Мы отмечали наши 100 тысяч подписчиков в этой кафешке. И у них же здесь есть пляж. Вот мы сейчас пойдем на этот пляж. Как раз мы возьмем шезлонги. Нет, волны, кстати, небольшие. Нормальные. Волн нету, кстати. Нету волн. Вы думали, волны будут, потому что сегодня ветер? Нет. Ну, ветер сильный, да, и жарко очень. Ветер идет, без жар. Ну, нормально. Ну, так есть чуть-чуть волны. Красота. Все, поехали назад. Жосик. Жосик будет первый раз в море купаться. Ну, если мы ухлаза тащим. Такой красавчик. Ну, как волна, он не пойдет. Ну, охладиться ему надо будет, я думаю. А, смотри. Он прям смотри. А что ты его не выпустишь вниз? Лапы обожгем. Да? Ну, вот тенечек хоть. Да, лапы ему жалко обожгет. Еще мы сейчас ездили, оставили, ну, маму с Леной с детьми на море, на пляже. И поехали с Уром в кафешку. Нам тут посоветовали в кафешке, в которых можно отметить день рождения. Мы были вот в одной из них, называется Big Stop, здесь на пляже Лиман. Это, ну, на пляже, в общем. Мы поболтали, мне там не очень понравилось, Уру тоже не понравилось. И мы таки задумались, а почему мы не хотим отметить день рождения в этом же кафе, где мы отмечали наши 100 тысяч подписчиков, вот этот рыбный ресторан. Он как ресторан идет рыбный, а внизу там типа кафешка. Может, внизу, да, там неплохо вот попробовать? Ну, попробуем там, может быть, это вечер. Может, там надо, в общем, надо посмотреть. Ну, нам так ничего так понравилось, мы такие думаем, что-то мы тупим, зачем мы едем во все кафешки всякие, смотрим, если можно туда поехать. Ну, в общем, сейчас мы подумаем, посмотрим, где будем. Вот день рождения уже через две недели, у Демира 25 августа, у меня 26 августа. Ну, мое день рождения мы попозже будем отмечать, а вот детское, конечно, хочется где-нибудь так вот отметить прям. Мы приехали на пляж, этот вот кафешку, Альбатрос, который мы, как я уже сказала, отмечали. Ну, пошел их забирать, сейчас их заберет, и поедем домой, уже устали очень. Ну, я как бы не особо устала, но Лена с мамой, конечно, с самолета очень уставшие. Вот, поедем поужинаем, я там ужин приготовила, и завтра, не знаю, что будем делать, либо на море поедем, ур на работе будет, поэтому мы либо как-то своим ходом будем думать и ехать, либо, не знаю, что будем делать, в общем, решим что-то. Вот, еще дома дела, конечно, остались, еще нужно кое-что подразобрать. Вот пришел маме шкаф, ур будет его собирать сейчас, пока я буду ужин там готовить и разогревать. Вот, и, собственно, что-то столько всего хотел сказать, я забываю всегда, когда начинаю снимать видео, забываю. Ну, честно говоря, мне сейчас нравится мой канал, вот этот, мне нравится, что и здесь я очень много всего рассказываю, и получается, походу, как вот на, как в инстаграме у меня, в инстаграме я очень часто записываю stories, там что-то рассказываю, показываю, вот, а тут по типу такого же получается, только чуть длиннее. В stories я могу коротенькие видео записывать, по 15 секунд, да, там, ну, а здесь я могу длинные, вот, по 10 минут, по 15 минут записывать, мне это очень нравится. Все сразу рассказываю, отвечаю на ваши вопросы. Вот, ладненько, все, прощаюсь, с вами увидимся в следующем видео, уже не забывайте ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok